Всем добрый вечер! Тихонечку ждем, пока остальные присоединяются. Кто первый раз? Меня зовут Светлана Таурте, и я руководитель школы магического Таро Аратрон. Так, значит, тема сегодняшнего нашего эфира – это родовая система, родовые проклятия. Слушайте, родовое благо, как-то родовое проклятие все знают, бывает еще и хорошее от рода, и, в принципе, должно быть хорошее. Вот, в общем, такая большая, на самом деле, глубокая и очень серьезная тема. Я вот думала, с чего начать, как нам так в небольшую беседу, в общем-то, разместить понимание вообще о родовых полях. Так, ну вот, вроде начали присоединяться. Давайте тогда потихоньку продолжать. Я немножко задержалась на три минуты, слушая свои онлайн-эфиры предыдущие, и очень громкое тиканье часов. Я вынесла часы, которые тут, очевидно, стоят, а тиканье продолжается. Думаю, что такое? Потом я нашла у себя будильничек, вот я искала его это время, нашла у себя будильничек, который был спрятан в коробочке. Каким-то образом он тикал. По идее, бодорейки должны были развивиться очень давно уже. Ну, в общем, все вынесло, так что можем начинать. Такая, знаете, тоже какая-то символическая тема. Вдруг до меня дошло такое тиканье часов, отмерение времени, набирание энергии времени. Вот родовая тема, это тиканье часов нашего рода. Ну, во-первых, надо начать с того, что мы должны как-то с вами определиться, что такое вообще родовая система. Что такое родовая система? Вообще. Это некая совокупность, скажем так, да. Некая совокупность энергий, объединенных вот единым эгрегором крови. Любая родовая система имеет свой, скажем так, корень. Есть некий прародитель, да. И от этого корня идет огромное количество ветвей. Вот каждый из этих ветвей обладает энергией. Да, рождаются дети, у детей рождаются дети. Все обладают энергией, все обладают некой совокупностью поступков, мыслей, чувств, деяний. Все это формируется в единый эгрегор. Вообще эгрегор – это такое энергетическое поле, которое формируется вокруг какого-то единого принципа. Эгрегоров бывает огромное количество. Мы можем с вами, если говорить об энергетике, назвать эгрегором, слушайте, это может быть, каждая школа имеет эгрегор, семья имеет свой эгрегор. Это когда энное количество людей чем-то объединено. Эгрегоры могут быть объединены по разным принципам. Есть семейный эгрегор, понятно, он объединен семьей. А может быть эгрегор страны, и он объединен либо по принципу национальности, то есть это может быть эгрегор, я не знаю, русского народа, эгрегор английский. То есть некая единая общность. Чем больше эгрегор, тем должен быть выше уровень, так сказать, вот этой идеи, которая соединяет. Ну, идею я здесь называю в таком широком смысле. Может быть эгрегор, например, школы. Я руководитель эзотерической школы. У нас есть свой эгрегор однозначно, и мы объединяемся вокруг этого эгрегора. Это некая миссия, которую несет школа. Вот, собственно говоря, эгрегор – это такая энергетическая, не знаю, кубышка, если хотите, энергетическое поле. Так вот, каждый род имеет свой эгрегор. И этот эгрегор формируется вокруг единых каких-то… Но он имеет свою задачу. Это отдельная история. Задачу своего рода нужно знать. У каждого рода есть свои задачи на самом деле. И вообще, кто входит в эту родовую систему, да? Кто входит в родовую систему, кто входит в родовой эгрегор? Входят все, кто объединены по крови, прямые родственники. Мамы, папы, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Если мы говорим об эгрегор крови, это всегда только кровные родственники. Но все-таки, да, семейный эгрегор больше. Семейный эгрегор, я имею в виду не только живущую сейчас семью, да? А предков в том числе, все, кто нас произвели на этот свет. И здесь могут быть, участвовать в этой полевой системе, могут участвовать не обязательно родственники по крови. Могут участвовать, например, люди, которые оказали какое-то огромное влияние. Не знаю, была семья, которую, например, да, которую кто-то спас, помог выжить, либо наоборот уничтожил. И его огромное вложение в энергию эгрегора будет также делать его частью. Иногда оно пробиваемо вот такими внешними как бы персонажами. Значит, в том числе ваш семейный эгрегор. Так, мне пришел вопрос, выйду ли я в эфире? Ну, я же в эфире. Так, люди, все, кто мне там машет, скажите, пожалуйста, я в эфире? Или здесь какой-то глюк? Так, у меня написано, что я в прямой эфире, и я вижу ваши помахать. Значит, я все-таки в нем. Так, вот, в нем. Окей, что-то я как-то растерялась от такого вопроса. Итак, значит, так вот смотрите. Это могут быть супруги. В эзотерическом плане, например, да, я все-таки в эфире, спасибо, а то я же думаю, не сошла ли я с ума. Значит, смотрите, в эзотерическом плане, в общем-то, в семейное, вот в это родовое поле могут входить все люди, кто вложил сюда большое количество энергии. Это могут быть некровники, это могут быть супруги, это могут быть бывшие супруги, которые будут иметь влияние вообще на развитие сценария. В рневу входят все рожденные и нерожденные. Вообще, строго говоря, на самом деле, частью родовой системы являются в том числе и нерожденные дети. Туда входят, ну, какие печальные какие-то истории, как выкидыши там, да, либо аборты, еще что-то. Вот эти все поступки, они создают поле родового эгрегора, и эти персонажи тоже могут в нем участвовать. На самом деле, конечно, участие в родовом эгрегоре нерожденных детей, это, ну, опять же, если говорить эзотерическим языком, это такая порчечная, очень опасная тема. Вот, но, в общем, бывает и так, что здесь очень важно знать и понимать. Все родовые системы имеют такое общее поле, общие законы, да, по которым они развиваются, по которым они существуют. И, естественно, первое, что вы должны знать, иметь сильный родовой эгрегор – это здорово. Потому что один человек имеет одну энергию, да, имеет некое единое поле и силу. Если он в контакте со своим родовым эгрегором, в положительном контакте, и то этот эгрегор и будет его поддерживать, да, он будет ему помогать в этой жизни. Если в негативном, то, соответственно, может быть совершенно другая история. И вот здесь, если мы говорим, опять же, о законе, о формировании, то вы должны совершенно четко про себя это понимать для себя. Что все, что делается в роду, отрабатывается потомками. Знаете, из аналогии такая совсем, ну, она бытовая, например, но она зато понятная. Если вы являетесь наследником кого-то, юридически, то вы получаете его имущество, еще что-то. Но если вы принимаете наследство, то вы также подрабатываете и долги, да. Если у вас вы наследник должника, то вы будете выплачивать его долги. И вот здесь аналогия, на самом деле, она очень, она очень простая и конкретная в родовом поле точно так же. И что же нам со всем этим делать? Ну, во-первых, нужно правильно уметь общаться со своим родовым полем. Сейчас, видите-ка, что сейчас, слава богу, на самом деле, вообще вот это понятие родовой системы, вот сейчас здорово популяризируют психологи. Потому что еще там, я не знаю, 25 лет назад в моей практике говорить что-то, знаете, когда человек говорил о родовом проклятии, говорили, вот маги-шарлатаны, они, значит, все сочиняют родовое проклятие. Нет никакого родового проклятия. Но если мы говорим, опять же, о магическом пространстве, то родовые проклятия описаны, в общем-то, в тысячелетней давности литературе. О них пишется в Торе. Другое дело, они всегда имеют такую особенность, в первую очередь, как такая кара небесная. Но про это мы сейчас тоже поговорим, что такое кара небесная в этом контексте. Сейчас, слава Богу, спасибо психологии. Она как-то так, да, в любом случае, если мы говорим о родовых системах, это расстановщики в первую очередь. И они, в общем, хоть как-то вывели на такой, знаете, светско принимаемый уровень, сознание общества расширяется, слава Богу. И так как это в пространстве психологии, это социально одобряемая профессия, то, в общем-то, и расстановщики говорят, да, мы не понимаем, как это происходит, но мы знаем, что с этим делать, и мы это видим, и мы это чувствуем, и мы понимаем, как с этим работать. Да, и сейчас это, собственно говоря, здорово нароку магии, потому что я как маг, я точно знаю, что это такое, я точно знаю, как с этим работать, я с этим сталкиваюсь, я знаю, как это диагностировать, да. Но общество всегда с опаской относилось к магам, к мистикам, к предсказателям, и это была такая не очень одобряемая история. Сейчас вообще, так что психологам и расстановщикам большое спасибо в связи с этим. Так вот, продолжая эту тему, смотрите, мы с вами в некотором роде, с одной стороны, заложники своего родового поля, да, с другой стороны, если нам повезло, то мы, наоборот, на коне благодаря ему, потому что родовое поле содержит информацию силы и энергии обо всем. Мы являемся точно его продолжателями. И в контексте финансов. Есть роды, в которых очень мощная финансовая энергия, это видно, это передается, да, и ты эту энергию берешь. Если род не нарушил нигде законов, то, собственно говоря, это будет и твоей силой. Есть родовые системы, в которых очень мощные любовные потоки, и тогда есть некие такие родовые сценарии, когда у всех в любви все хорошо. Другое дело, что, конечно, в основном запоминается все плохое, и когда все хорошо, то, в общем-то, и нечего об этом думать, да, пользуешься себе, да и все. А вот когда ты встречаешься с проблемой, тогда ты начинаешь изучать, и это, собственно говоря, зона духовного развития всегда лежит вне комфорта. Вот когда у тебя что-то некомфортное, что-то случилось, ты начинаешь об этом задумываться. Так вот, смотрите, какая штука. Есть определенные правила и законы, по которым развиваются все родовые системы, да. Значит, мы с вами выяснили, что есть такой некий банк, да, есть некий родовой банк, в котором собираются энергии. Значит, и есть законы, по которым этот банк развивается. То есть, если у нас все хорошо, все люди в роду, они благопристойные, они нравственные, они правильные решения принимают, то в этот банк закладывается большое количество форы, большое количество таких всяких компенсаторных сил. И, собственно говоря, в этом смысле, конечно, да, тогда всем потомкам здорово везет. Но обычно все бывает не так просто, и семейные отношения сложные. Вообще, да, собственно говоря, семья – это же то место, где ты должен отдыхать от этого мира, в котором никто не обязан тебя любить. И ты можешь встречаться, выходя на улицу и вступая в какие-то контакты с недоброжелательством, с неприятием и так далее. Но семья – это то, куда ты должен приходить и отдыхать душой. Но вот так, к сожалению, бывает не всегда. Да, на самом деле это очень такая, знаете, опасная штука, потому что один из законов родового эгрегора гласит, что любой эгрегор стремится к целостности. Любой эгрегор стремится, каждый, кто в нем рожден, ему принадлежит. И здесь, смотрите, какая вещь. Мы все с вами в разных отношениях со своими семьями. Но если вы, как вам кажется, порвались с семьей, потому что семья на вас плохо отражается, у вас не контакт, вы можете сколько угодно думать, что вы порвались с семьей, но родовой эгрегор с вами не порвал. Вы все равно и являетесь его принадлежностью. Вы все равно будете отрабатывать все те энергии, которые происходят. Каждый, кого вы в своей семье бросили, предали, все это будет возвращаться вам. Например, у меня был клиент, который как раз пришел разбираться со своими родовыми потоками. Он был женат, у него была маленькая дочка, и он влюбился. Ну, как это все в этой жизни бывает. И он ушел из семьи, причем ушел к очень молодой женщине и бросил дочь. В общем, он ее совсем так бросил. Снесло крышу, говорит, просто вообще было ни для чего. Знаете, к теме родовой кармы, или бумеранга, как хотите, эгрегор будет всегда возмещать энергию. И в итоге в его семье родилась дочка, и эта дочка погибла в совсем маленьком возрасте. И он тоже совершенно случайно обратился к какой-то женщине, которая гадала, и она ему сказала, что гибель связана с каким-то его такой страшной историей, то, что он бросил своего ребенка. И вот он пришел разбираться, что с этим можно делать. Ну, знаете, с точки зрения магических вещей, это одна история. С точки зрения отвечать перед Богом, другая история. Но в любом случае, эгрегор взял жертву. Он ему принадлежит, он оторвался от него, и эгрегор взял жертву. И вот дальше для того, чтобы этих жертв больше не было, понятно, что ты должен вернуться к своему ребенку, ты должен найти способы с ним найти контакт и восстановить вот эту разорванную принадлежность, восстановить целостность. Родовые эгрегоры, собственно, штука очень такая на самом деле непростая и жесткая. Такие очень часто встречающиеся истории, например, когда, не знаю, рождается ребенок, вырастает, и этот ребенок не соответствует идеалам, принципам родителей, либо кто-то совершил какой-то, не знаю, с вашей точки зрения, очень плохой поступок, и от него отрекаются, да, отрекается семья. Так вот, закон эгрегора – это закон замещения. Все, от чего ты когда-то отрекся, все вернется в твоих потомках. Это, знаете, когда, не знаю, ты отказался от своего какого-то, ты отказался, не знаю, от брата, от отца, который был чем-то плох и так далее, да, то будь готов к тому, что это перейдет к твоему потомству. Здесь тоже такая непростая штука, да, разные же бывают ситуации, там, человек, не знаю, агрессивен, человек, алкоголик, все что угодно, что с этим делать? Это не значит, что вы не должны заботиться о себе, о своем потомстве, это в первую очередь нужно делать. Но здесь очень важно правильно расставаться вот с такими вещами. Вы обязательно должны найти в себе силы простить. Это не значит, что ты должен с этим человеком жить. Но простить ты можешь сказать, окей, я готов тебе помогать, ты не готов принять мою помощь, хорошо, я, да, я вот, у меня там есть любовь в сердце. Сказать, это правило иерархии. Вы не имеете права бросать ваших родителей, что бы они ни делали. Вы внутри себя не имеете права бросать. Опять же, это не значит, что вы должны пасть жертвой какого-то родительского там терроризма, например, да. Но находить силы в себе прощать и испытывать благодарность за то, что ты произведен на свет, это очень важно, потому что еще один из законов родовых эгрегоров это сохранение иерархии. В родовых системах все старшие обладают высшей иерархией. Это тоже здесь, смотрите, какая штука, это же такое очень, ну, нелобовое понятие. Мы должны быть всегда благодарны своим родителям, но мы должны всегда любить своих детей в первую очередь, да. И опять же, с точки зрения, там, допустим, приоритета родовых систем, всегда в приоритете новая семья. Любой эгрегор, так же, как и вся жизнь, так же, как и каждый человек, стремится эволюционировать. Эволюция рождается в потомстве. Поэтому благодарность родителям и любовь к детям – это основной такой, знаете, закон, это основной закон эгрегора. И здесь, в этом плане, системы бывают совершенно разные. То есть, когда вы нарушаете эти законы, вы нарабатываете негативную эгрегорную карму. А карма рода – это такая, знаете, вообще штука очень сложная. Ее тяжело искать, ее тяжело диагностировать. Там одно дело – ты диагностируешь конкретного какого-то человека в жизни, да, у него есть проблемы, ты с ней разбираешься. Ты поэтому море плывешь, видны берега. А если мы говорим о родовой системе, то она работает до седьмого колена. Вот пойди, что найди, кто там в шестом колене совершил какой-то такой страшный грех, что энергия в этом эгрегоре осталась неуспокоенной. И она мечется в этом поле и ищет выхода. Соответственно, она будет искать, через кого ей выйти. Это сложная штука сто процентов, да. И да, мы с вами поговорим, как вообще, что с этим делать вот в таких случаях. Ну, здесь, на самом деле, видите, я как таролог, мне, ну, довольно об этом несложно. Ну, как несложно, это сложно, это заныривать сложно в любом случае. Но, например, карты таро помогают, собственно говоря, позволяют найти причину практически на любом уровне. Слушайте, здесь тоже интересная штука. По поводу того, что, на самом деле, эзотерическая традиция, она всегда считает, да, что у нас такие самые активные – это четыре колена. Ну, до седьмого колена вся информация сохраняется. После седьмого колена происходит трансформация. И Грегор может полностью, матрица рода, может полностью перезагрузиться. Либо она уже загружается на неисправимый уровень. И здесь, слушайте, тоже интересная такая штука. Я сколько-то лет назад смотрела передачу, она не имела никакого отношения ни к магии, ни к мистике. Меня очень сильно заинтересовало. Показывали опыты японцев, по-моему. В Новосибирске был питомник черноборых лис, и они на их структуре поведенческой изучали структуру ДНК и так далее. И они обнаружили такую очень интересную штуку. То есть они выводили две породы лис. В одних они выводили такую доминанту доброжелательного отношения к людям. А во второй они развивали агрессию. Ну, кинологи с собаками так породы выводят. Вот, и они обнаружили следующую штуку, что начиная с четвертого поколения, вот этот признак становится абсолютно устойчивым. А начиная с седьмого поколения он становится необратимым. То есть он уже заносится вот как бы в ДНК-структуру. И для меня тоже такая интересная штука, это такое физическое подтверждение того, что мистики вывели вот на каком-то таком совершенно тонком уровне. Но тем не менее, именно так это и работает. Поэтому до седьмого колена мы с вами можем просматривать карму рода. Есть определенные, опять же, способы, например, компенсации подобных вещей. Вообще, у меня, кстати, сказать, да, в Таро, в моем курсе Таро есть, например, конкретная, слушайте, практика. Мы разработали целый такой блок раскладов по составлению родового дерева, родовой системы. Мы разработали определенную такую структуру чистки рода. Да, чистка рода возможна, потому что здесь, например, да, здесь эзотерическая мысль и, например, психологическая расходится. Психологи говорят, что это невозможно, как можно почистить род. Слушайте, все можно почистить, все, что является энергией, все можно почистить. Понятно, что это гораздо сложнее, чем братья человека вживую с ним работать, да, но если мы говорим о системе, то это можно сделать. К этой теме, если кому-то интересно, то как раз в феврале начинается онлайн-курс Таро базовый, будет и утренняя, и вечерняя группа. Вы можете там по ссылочке в шапке профиля туда перейти и посмотреть. И в этом курсе, в том числе, будет работа с родовыми, с родовой традицией, с родовой системой, да, и такой целый отдельный просто блок. Вот, может быть, запишем еще видеоуроки, но вот пока не знаю, в общем, просто следите за всем, что у нас появляется. Так вот, значит, и теперь смотрите, какие есть вообще правила поведения. И на самом деле родовая система, вот я начала с того, что мы заложники ее, это звучит неприятно однозначно, но это факт, который нужно принять. Я в свое время, я вообще такой, да, человек, я люблю трансформацию, скажем так, я по знаку зодиака скорпион, и как все скорпионы, я люблю вообще трансформацию и всякие радикальные решения. Я разрабатывала целую такую систему выхода из-под родового поля, потому что разные бывают истории. Иногда ты замучаешься чистить эти свои семь родов, проще перейти. Выходы из поля возможны, они возможны такими совершенно простыми бытовыми немагическими путями. Например, не знаю, буду жениться правильно. У меня была история, когда у меня была клиентка с тяжелейшим родовым проклятием. Погибла у нее и брат и сестра на фоне этого родового проклятия. Их ненавидела мать, их прокляла мать. И у матери вся та же история, алкоголизм по роду, мать прокляла ее мать. В общем, там целая такая, как из индийского кино. Вот. И она... Мы рассчитали дату. Единственное, она хотела выйти замуж, и ей очень хотелось, чтобы она пришла посмотреть, можно ли перейти в родовую систему мужа. Она была очень сильной. То есть перейти в некровную родовую систему. И это возможно. Мы рассчитали дату, потому что здесь определенная такая астрологическая нужна точность. Так, чтобы звезды встали соответствующим образом, чтобы ты это мог сделать. Иногда это происходит спонтанно, кому-то везет, да. Вот. И вы знаете какая штука? Вот тьфу-тьфу-тьфу. Я уже наблюдаю за ней 15 лет. История ее жизни изменилась абсолютно. Она сейчас очень успешная, и все отлично. У нее чудесно все с дочкой. Родилась тоже девочка интересная штука такая, да. Но все отлично. И она полностью ушла в родовое поле мужа. И это сработало. А, например, бывают истории у приемных детей. Особенно если это, знаете, такое не из детдома. Вот когда берут детей из детдома, там все сложно. Вот. А, например, не знаю, вы развелись с мужем, у вас остался ребенок, и вы вышли второй раз замуж. А у отца вашего ребенка, например, да, плохая родовая история. Вы можете перевести ребенка в полностью родовое поле нового своего супруга. Единственное, надо поменять фамилию. Вот. И это может быть, например, спасением. Здесь могут быть, да, какие-то вот такие вот совершенно простые вещи. Но что точно нужно знать, люди? Вот смотрите, какая штука. Внутренний. Здесь вопрос такой. Внутренней работы с собой. Вы не можете на самом деле отречься от своего родового пространства. Ну, просто не можете. Ну, вам вот оттуда пришла жизнь. Это табу. Каждый ваш предок священен относительно вас. Он прожил свою жизнь так, как мог. Так, как у него хватило на это душевных сил, разумения. Вы не имеете права его судить. По закону иерархии вы не имеете права его судить. Вы не имеете права от него отрекаться. Но еще раз, не забудьте родителям благодарность, детям любовь. И мы должны давать основные свои силы туда. Вот. Но так здесь надо найти в себе силы это принять. Потому что, когда вы пытаетесь отвергать свое родовое поле, родовое поле начинает агрессировать вашу сторону. Вам нужно его принять. Вы можете для себя. Вы знаете, как моя любимая сказка «Морозка», я всегда девчонкам их цитирую, когда там эта главная героиня-то замерзала и умирала, а где-то Мороз у нее спрашивал, Мороз у нее спрашивал, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красное. Она уже умирает от холода. Она ему говорит, тепло, батюшка, тепло, морозушка. Так вот, своему родовому полю мы можем сказать только тепло, батюшка, тепло, морозушка. А дальше жить так, как мы считаем правильным. Но вы должны его принять. Вы можете брать из него какие-то конкретные вещи. Вы можете их выделять. Потому что, на самом деле, есть поле, в нем есть много энергии. Основное ваше умение – присоединиться к тому качеству энергии, которое нужно вам в вашей жизни. И не брать то, что вам не нужно. Иногда родовое поле нас выбирает. Слушайте, бывает такая тема, когда родовое поле выбирает кого-то конкретного и через него проводит трансформацию своей эволюции для того, чтобы выжить. Любое поле стремится к выживанию. Мы с вами, вы должны это понимать, мы с вами только инструменты для выживания родовой системы. Вы не персонифицированы в этом поле. Вы просто энергетическая структура. Так вот, любое поле стремится к выживанию, оно будет делать это любой ценой. Ваша задача – это понимать и, соответственно, правильно существовать в этом поле. Бывают такие темы, когда родовое, да, вот то, что мы называем родовым проклятием, это история, когда родовое поле закрывается. Оно может быть связано с чем угодно. Это может быть проклятие, например, физическое, человеческое. Не знаю, у меня была история, когда девочка не могла родить, закрывался род, потому что ее дед проклял свою жену в церкви. Ну вот, была там такая история, ревность, все дела. И он ее проклял в церкви, прямо находясь в храме. Дед прадед, пардон, потому что дальше это уже четвертое поколение. Значит, у всех женщин тяжелая судьба, тяжелая судьба. Никто не замужем. Девочки рождаются, девочки все вне брака. И вот она, значит, следующая у нас, четвертая девочка, родилась. И у нее бесплодие. И вот эта история родового проклятия, когда они, до нее ни одна женщина не смогла его отработать и снять. Значит, соответственно, это выпало на нее, и на ней род закрывается. Все. И Грегор становится эволюционно вселенной. Он непригоден. Его будут закрывать. То есть мы снимали, например, это родовое проклятие, мы его сняли. Это тяжело. Родовые проклятия, знаете, вот так вот, там, не знаю, поменял что-то, свечкой помахал, молитвы почитал, нет, срабатывает. Но есть конкретные, опять же, ритуалы снятия. Они существуют, они известны. Вот. И слава богу, сделали. Но это не всегда можно сделать. Ну, например, да, опять же, вот второе, когда мы делаем диагностику у себя на занятиях родовых проклятий, есть одна единственная карта, по которому практически ничего нельзя сделать. Это карта повешенной. Вот. Родовые проклятия по повешенному, они становятся, да, уже такими табуированными. То есть это может быть по-разному, да, вот это было проклятие. Может быть, род просто настолько осквернен, переполнен негативной энергией, там, не знаю, все сплошные алкоголики в роду, и в конце концов род закрывается. Здесь могут быть разные истории. Это видно обычно, всегда есть симптоматика. Появляются самоубийцы в роду, либо короткая жизнь, какая-то продолжительность, либо бесплодие, какие-то психологические травмы, идущие по роду. Род всегда выдает симптомы. Он говорит, давайте, разбирайтесь, смотрите, делайте что-то, иначе мы закроем эту книгу, да, она больше не откроется. Вот, поэтому с этим, соответственно, нужно обязательно работать. Пока мы живы, можно все сделать. И вот здесь, смотрите, какая штука. Что здесь можно делать? Ну, вот из такого, из простого. Ну, во-первых, во-первых, нужно обязательно то, что называется, знаете, такой ритуал ублажения рода. Ну, например, я не знаю. Есть какие-то, у вас есть умершие, обязательно ставьте им в церкви золопокойные свечи, просто роду, да, обязательно ставьте свечи, например, Николаю Чудотворцу или Богородице, потомству. Это тоже важно, потому что род, мы с вами существуем в настоящее время. У нас есть, родовая система, у нас есть предки, и у нас есть потомство. Вот, с точки зрения рода, это все целостная система. Для нас она пока не целостная. Для нас у нас есть, она линейная, у нас есть прошлое и будущее. Для рода это единая система. Вот, поэтому обязательно потомство надо ставить рожденному и нерожденному. Вот просто обязательно. Значит, если вы, не знаю, не ходите в церковь, ставьте дома белые свечи, например, или церковные. Белые свечи. Если мы говорим о лунном месяце, то, например, это 24-й лунный день, он посвящен конкретно работе с родом. В 24-й лунный день ставьте свечки. Если, например, есть еще 30-й лунный день, да, он вообще способен преобразовывать эгрегорные структуры. Он, правда, короткий, бывает не всегда, но если вы будете в него попадать, например, вы можете выложить фотографии, там, не знаю, своих детей, своих предков, поставить всем свечи. Вы можете отсчитать, например, какие-то молитвы, либо псалмы. Ну, например, если у вас есть в роду самоубийцы, есть в роду какие-то там сценарии сформировавшиеся, да, там, алкоголики, либо несчастные судьбы повторяющиеся, можно читать 108-й псалом с конца к началу, вот задом наперед. Вообще, 108-й псалом – это псалом родового проклятия. Такое его наличие, конечно, в Библии – это странная штука, но в Библии много очень таких, очень жестких, агрессивных тем, особенно в Ветхом Завете. 108-й псалом известен тем, что им проклинали род Романовых, отсчитывали на… То есть он очень такой, он очень такой страшный псалом. Ну, так вот, его используют для снятия, например, родового проклятия, читая его задом наперед. То есть вы как бы, да, разбиваете его структуру. Но это только если есть проклятия. Если нет, то читайте 22-й псалом, отче наш читайте, уже хорошо. Вот. То есть можно такие вещи делать. Значит, нужно просто обращаться к своему роду. Попробуйте внутренне, если у вас есть конфликты с родителями, есть обиды на родителей, попробуйте внутренне просто с ними попрощаться. Либо вы чувствуете вину. Да, родители живы, сделайте это физически. Если родители уже умерли, значит, сделайте это, да, символически. Вот просто обязательно… Тем больше вы снимете напряжение существующее, тем больше род будет работать на вас. Он будет отдавать вам благую энергию. Вы должны соответствовать эволюционной программе. Поэтому, да, вот просто не ленитесь и то, что называется, позаботьтесь о себе. Есть даже такое понятие, книга выходила, я забыла, у психотерапевта американского, по-моему, синдром предков называется. Она описывает вот эту передачу, например, родовых травм. С точки зрения эзотерики, да, все знают, что есть ДНК, такая физическая у нас частица, да, но есть ДНК энергетическое. Оно точно так же передается и прозвивается по закону аналогий по той же системе. Вообще, все негативные сценарии нужно разбивать. Это очень важно. Если вы об этом задумались, то, возможно, вы призваны к этому. Значит, это нужно сделать, потому что дальше это будет только ухудшаться уже на наших потомках. О детях надо заботиться. Вот. Если есть у вас какие-то вопросы, то вы можете спросить. И мы с вами в следующем эфире. Немела левая рука, пальцы. Да, это реакция тела, то, что называется, да, мы не знаем, психологии, психосоматика в нашем эзотерическом пространстве. Если эта энергия анахаты зацепила, поле вызывает у вас, что называется. Значит, надо точно разобраться с какой-то со своей обидой, да, отпустить, потому что это реакция анахаты. Анахата накапливает, вы знаете, обиды. И, соответственно, вот это такая классическая реакция. Значит, смотрите, мы с вами сейчас про, да, будем заканчивать потихонечку, да, если есть какие-то вопросы еще, пишите. Если у вас, вам что-то хочется, например, обсудить конкретно, вы можете мне написать, мы можем по вашему, да, по актуальности какой-то поднять определенную тему. И хочу на самом деле, вот, да, сейчас так для себя думаю, планирую два последующих эфира. Хочу конкретно следующий эфир посвятить немножечко, дать вам определенные практики и ритуальщики по тому, как можно убирать родовое проклятие и закрепленные сценарии. Да, это такая самая сложная штука на самом деле. Вот, и еще раз, и через эфир, вот, следующий эфир в среду в семь часов, как обычно. А через эфир хочу, да, дать вам практику, ритуальщик, как собирать позитивную энергию в поле, потому что мы все про плохое, про плохое. Ну, плохое актуально, надо, да, с этим разобраться чуть-чуть. Вот, да, как сам собирать позитивную энергию, потому что в роду есть все. Есть хорошее, есть плохое. А плохое всегда, так же, как и в жизни, видимее и активнее. Вот как можно собрать позитивную энергию? Скажите, пожалуйста, насколько сказывается влияние братьев, сестры, дедушек, бабушек, так далее. Насколько важно включать их в родовую чистку? Смотрите, какая штука. В основном, если строят прямую родовую матрицу, то братьев и сестер не включают во время чистки. Потому что это разные вещи. Братья и сестры влияют точно. Но вот в матрице чистки их обычно не вписывают, а идет только по прямым каналам работа. Но братья и сестры влияют, особенно если это старшие, то мы вообще можем на себя брать их программу. Они могут сбрасывать ее на нас. И вот я вот с вами начала, что кто вообще включен в родовую систему? Это могут быть даже не кровники, а просто те, кто отложили большой отпечаток на системе. Поэтому братья и сестры, конечно, влияют. Очень часто бывают какие-то такие прям вещи, которые, знаете, такие за пределами видимости существуют. У меня была однажды история, когда у мальчика пришла клиентка, у нее сын. Он очень не похож ни на нее, ни на мужа. Ну, вроде и на родственников не похож. У сына в гороскопе, сначала с гороскопа стали, он маленький был еще, стали смотреть в гороскоп. Ну, там родовое проклятие стоит в гороскопе. У них нету, не можем понять, что за фигня. Они стали разбираться, очень сложно находить, по прямым веткам не видим. Слушайте, вот это такая редкая история, это был прям заброс просто. А потом к ним в гости приезжает родственник с Урала, по-моему. Приезжает поступать мальчик, он какой-то там троюродный или четвероюродный брат его, поступать в институт сюда, в Санкт-Петербург. И мы видим, на кого похож ее сын. Вот это очень странно, что она этого мальчика не видела до этого никогда. Ну, вот этого четвероюродного там брата или троюродного. Это редкая история, так обычно не бывает. Но, тем не менее, потом выяснилось, слушайте, у них в гороскоп очень похоже. Вот каким-то образом почему-то поле замкнуло. Это же может быть, видите, связано с какими-то реинкарнационными вещами. Но это редкая история, потому что так, ты, кажется, забодаешься с этим разбираться. Вот, может быть даже такое. Братья и сестры, да, их в чистку не включают, но есть ритуалы, если это идет через боковые ветви, да, то есть ритуалы, которые позволяют это снимать. Вот. Ну, вот на следующем эфире я вам про это расскажу. Да, через эфир я вам уже сказала, это будет про хорошее в родовом поле, в родовой системе, как это использовать. Вот. Подожди, смогут быть вообще такие перед подключения. Да, допустим, мы с клиентом работали с денежным каналом, что-то все у него висло, 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 висло. А потом оказалось, что его прадед был очень богатым человеком. Ну, как всегда, революция, всех там, значит, это обобрали. Вот. А у них в поле, у него единственного остался мощнейший денежный канал. Мощнейший. Я говорю, слушай, давай просто тебя к нему подключать. Да, и мы вот через полевую структуру сделали такой ритуал, такой полурасстановочный, да, полумагический. И мы просто, да, соединили его вот с полевой системой именно вот этого его родственника. И вообще все поперло. Вот. Поэтому здесь могут быть разные совершенно истории. В общем, до встречи тогда с вами в следующую среду. И мы продолжим. Если у кого-то есть какие-то вопросы, темы, то, пожалуйста, вы можете, да, записаться на прием. Тоже в шапке профиля все есть. Да, можно продиагностировать, все посмотреть. Вот. В общем, всем удачи, всем хорошего вечера. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok